Какого такого Брежнева? Товарищ Леонида Ильича Брежнева. Университет не было свободное, можно было курить везде. У меня была обязанность утром пойти и принести несколько килограммов мяса из пищеблока. У меня до 15-го года была в Крыму квартира. Это вот те, с кем мы били окна директору школы. Привет, друзья. Момент. Привет, друзья. Я нахожусь на берегу Обского моря. И не случайно. Я не просто приехал сюда отдохнуть и вовсе не отдохнуть. А для того, чтобы поговорить с Алексеем Петровичем Мананниковым. Представление не нуждается, по крайней мере, для тех, кто наблюдает за Новосибирской политикой последние 30 лет. А вот и он. Алексей, привет. Привет. Очки надел. Что ты говоришь, что там, где там университет? Вот он, вот он. Купол над лесом. Это новый корпус университета. Вот сейчас солнце неправильно падает, а когда оно правильно падает, он золотом сверкает. Как будто бы церковно. Ну и как, тебе это какие-то ассоциации с юностью дает, когда ты видишь эти сияния? Нет, вот это никаких. У нас такого корпуса не было. Когда ты учился в университете? Построенного в лесу, против чего все экологи возражали, я тоже возражал. А они взяли и построили. Ну нет, ну может быть, тот какой-то есть. Ну все-таки новый корпус. Когда ты учился, было тесно в университете? Я тесноты не замечал. В университете было свободно, можно было курить везде. Просто вышел из аудитории и куришь. Если это семинарские занятия, не лекция, и преподаватель курить, то курить нужно было и в аудитории. Ничего себе, вольности какие. Подожди, это же были начало 70-х годов, да? И сергина 70-х годов. 73-78-й годов. Ну какие вольности? Это везде были такие вольности. У вас на эти не было? Я не помню, я не курящий. А ты давно ли куришь? А я тогда, нет, я курить-то бросил в 93-м году, а тогда я курил довольно прилично. Пачку другую. А начал курить когда, почему? Ну как обычно, в школе. Как обычно, вот я не начал. Нет, в школе были уроки литературы. Был такой советский граф Алексей Толстой, который написал роман Пётр Первый, или я не знаю, какой там жанр этого произведения. Роман, да. Вот, и там описывается юность Петра, как он курил трубку, как он пьянствовал. А Пётр был положительный образ, да? Естественно, реформатор такой, куда-то там в Европу страну вел. Но самое главное, что, в общем, Толстой, хоть и Красный граф, но он талантливый писатель. И эти сцены у него были так написаны, что не подражать его героям было нельзя. Вместе с Алексашкой Мельшиковым, вместе с Петром. Конечно, мы курили не голландский табак, а папиросы север. Почему север? Дешевле или доступнее? Они стоили 14 копеек. Ну, когда были деньги, ну, это вопрос о том, когда начинали, да? Да, да, да. Начинали с севера и спины, и то, и другое 14 копеек. А вот в студенчестве тогда уже, да, конечно, пижонство брало вверх. Курили только болгарские сигареты. Ну, а если уже водились деньги, если уже водились деньги, то иногда встречались и американские. Слушай, а откуда у студентов в 70-е годы вводились деньги? Ну, во-первых, студенты получали стипендию. Ну, какая-то... Те, кто ностальгирует, говорят, что на нее можно было жить. Жизнь на нее, конечно, было невозможно никак. Знаете, 46 рублей, которые я получал на младших курсах. Но можно же было всегда подрабатывать. Допустим, у меня два курса прошло в работе сторожем в гараже института мешалки на патологии кровообращения. Подожди, он уже здесь располагался, да? Он располагался не там, где сейчас, а располагался как раз напротив общежития университета, там, где сейчас центральная районная больница советского района. А это место было блатное тогда устроиться строжим или легко? Устроился я, придя с улицы. Просто в поисках работы, да? Просто в поисках работы. Увидел объявление, зашел, взяли. А сколько платили? Платили рублей 70 или чуть больше. 70 до 80. Ну, это же будет добавка к стипенде. Добавка. Главное, что она не требовала усилий. Еще я работал дворнику. Вот это требовало усилий, особенно зимой. Не так много времени, но много усилий. А гараж это было вообще замечательное место. Подожди, был еще и гараж, третье место? Нет, вот это сторожем в гараже, патологии кровообращения. Потому что водители это были востребованные люди. Давай зайду с другой стороны. Им надо было привозить людей на пищеблок, чтобы они готовили завтрак больным. А раз надо было привозить людей на пищеблок, кто, естественно, из пищеблока, как всегда, в Советском Союзе все разворовывалось. Кто что охраняет, тот где его пользуется. Поэтому у меня была обязанность утром пойти и принести несколько килограммов мяса из пищеблока, что-то сварить. И после этого он будет свободен. Что-то можно было забрать с собой. Немножко. С учетом советского дефицита это вообще был... Подспорье это было. А жил в общежитии? В основном, да. Ты же новосибирский? Да. Академгородок и новосибирский университет тем не отличались, что давали общежитие и тем, кто живет в городе, чтобы не таскаться на автобусе 8Э. Каждый день туда и обратно. У меня был опыт, я катался на этом автобусе. Припоминаю, что это занимало немало времени. Ну так, чуть больше часа. Если ехать только до конечной. Когда студенты НГУ добирались до пляжа? До пляжа? В каком месяце, в смысле? В какое время? Ну это же зависит от студентов. Конкретно я любил плавать, я добирался, как только вода была уже не совсем ледяной. То есть сколько? Чуть-чуть прогревался. В апреле, в мае? Нет, ну я не помню апрельских купаний, но в мае, да. В мае обязательно, если жаркий день, то сразу сюда. А дальше куда? Вот до этого острова? До этого острова мы плавали, тоже неоднократно, начиная с первого курса. Конечно, это не в мае, для этого нужна теплая вода. Вот сейчас вот сюда я бы не поплыл на остров, потому что еще прохладно. Хотя обычно я туда плаваю. Сколько времени занимает плыть туда? Часок-то потребуется, не торопясь. Часок обратно. Спокойно плывешь целый час? Я бы не решил. Нет, вот тут же вот. Раньше все время думал, как бы не попасть под какой-нибудь катер, который здесь шныряет туда-сюда. А сейчас народ стал культурный, ежедневый. Видят, человек клоет, они даже притормаживают и спрашивают, не нужда ли помощь. А раньше они были не столь культурные? Раньше надо было от них выворачиваться. Понятно. Остров называется Тайвань, кажется? Ну, некоторые называют Тайвань, некоторые называют Таньвань. Почему Таньвань? Место встречи? Место уединения. Раньше вот там, вот там, центральный фляж, была лодочная станция. Можно было взять лодку и уединиться там на этом острове. И что, и до сих пор на Тайване можно найти парочки? Увидеть парочки какие-то? Или народ теперь уединяется иначе? Парочек я не видел, компании там бывают, постоянно. Некоторые живут там, в палатке. давай так, как это было принято у старых партийных товарищей по имени-отчеству, ну, а ты. Алексей Петрович, ты часто занимаешься спортом? Спортом я вообще никогда не занимался. Ну, вот плавание, бег, ходьба. А, нет, ну, то есть, а, в детстве, да, я в детстве играл в водное поле. Года-два. Ну, это в основном были тренировки по плаванию, немножко игры. Вот, с тех пор у меня осталось увлечение плаванием, поэтому плаваю я везде, где в бассейнах, где в открытых водоемах. А вот расскажи, пожалуйста, в каких местах на белом свете, на земном шарике удалось поплавать? И где тебе понравилось или не понравилось? Вот, это очень провокационный вопрос, хорошо, что я не имею отношения никого в политике в наше время. Однажды у меня в 95-м году спросили, это для московских новостей, правда, там не про плавание, а где вы любите бегать? Я назвал там три или четыре столицы, в которых, ну, это Южная Америка, Лондон, еще что-то, где мне приходилось бегать. И потом, в 95-м году, на губернаторских выборах, это мое интервью, распечатали и развезли по всем сельским районам. Типа буржуи, ну, или что? Да, вот смотрите, пока здесь народ, последний член Бессури доедает, вот этот, так называемый, депутат, пробежки совершает по Сантьяго и Рио-де-Жанейро. Так что, ну, если вспоминать, конечно. Ну, где понравилось плавать? Вот где тебе доставило удовольствие? Плавать нравится там, где чистая вода и не очень холодно. Мне вот недавно понравилось плавать в Сан-Диего вместе с морскими котиками и морскими львами. Котики это натуральные, в смысле, не спецназ США? Нет, это не спецназ США, это такие животные. Мне даже объясняли, чем котики отличаются от львов, я их начал различать, там форма морды, усы. Одни из них, я теперь уже не помню, кто подает голос, а другие все время молчат. Ну, плавать с ними интересно, хотя холодно, вода там холодная, в Калифорнии. Ну, ты плаваешь не в гидрокостюме, просто как бы, просто обычном, наверное? Нет, даже ни разу в жизни не примерял гидрокостюмы. Как пойдем, поедем за русский? Мы здесь, куда тебе больше нравится? Да мне все равно, ты же лучше знаешь этих, Бердские, Бердскую косу можно обойти как угодно, и все равно. Мы находимся, да, мы находимся на Бердской косе, здесь Алексей Петрович иногда проводит, или всегда проводит свои летние дни. Как? Да иногда провожу. Не, ну, каждое лето здесь было? Да, последнее, последнее, лет 15 здесь. А почему здесь? Ведь как бы есть много других мест на белом свете. Здесь вот до сих пор существующий пионерский лагерь Лазурный. Там я провел одно лето, кажется, после второго класса. Мне очень понравилось. Мы как раз вот здесь купались, у нас была такая купалка. Когда уровень воды падал, мы купались без этой купалки. Сейчас лагерь есть, и я не представляю, где эти дети купаются. И купаются ли они вообще? Да, у них там нет бассейна, а сюда их не водят. Еще несколько лет назад водили, а теперь перестали. То есть ваше детство советское было счастливее? Ну, оно было гораздо более веселым, независимым. Мы даже сбегали иногда оттуда купаться. Ну-ка расскажи, какие у вас были ушалости какого рода. Может, что-нибудь поджигали, взрывали, удирали, дрались или что? Нет, ничего подобного. Ну, были приличные. Ну, дрались, может быть, и дрались. Сейчас уже такого не припомнишь. У нас были танцы, шмансы, это все было. Песенки я даже эти помню. Прожил, да был, черный кот за углом. Ну, это была не пионерская песня. А по радио открутили те песни, которые нравились вожатым, а не пионерам. Ну, пионерам эти песни тоже нравились, больше, чем пионерские. Самая популярная, по-моему, в том году была песня «А у моря, у синего моря» на японском языке, да? Ну, на каком-то иностранном. Я даже не помню, она на японском появилась сначала или сначала на русском? Наверное, сначала на японском, а потом уже перепевали всякое. Ну, да, да, да. В Японии доводилось бывать? Да, я там немножко учился. Учился? На какие-то... А, ну, если это можно назвать учебой, да. Обмен опытом с японскими парламентариями случился в 95-м, по-моему, году. В том числе принимал нас депутат с Хоккайдо, с самой северной конечности. Побротив города Новосибирска, кстати? Саппора побратим. А, Саппора, ой, прошу извини. А, мы ездили вот на самый край и смотрели туда с тоскующими японцами на оккупированные до сих пор России северные территории. Ты полагаешь, они оккупированные или они российские? Я не полагаю, я знаю, что это именно оккупированные территории. Российскими их, так же как Крым, признает только Россия. Понятно. Другое дело, что никто не требует, поскольку это военные трофеи, их немедленно вернуть Японии до заключения мирного договора. Но мирный договор мы никогда не можем. Ну, бог с ними, мы сейчас с тобой не в состоянии повлиять на заключение мирного договора. А вот про школы, про всякие учебы. Вот очень интересно. Тебе довелось учиться в двух школах, если я правильно помню, в университете, в аспирантуре, ну и другие университеты. Вот что повлияло на твою личность больше? Университет, например, или зонов, когда-то сидел, или как по-русски говоря, в тюрьме? Вообще, у жизни есть такое свойство влиять на человека. Учеба как раз влияет не особенно, но что там, запоминаешь какие-то факты, а обстоятельства жизни, они как-то влияют гораздо сильнее. Поэтому, ну, можно сказать, что зона – это не меньше университет, чем... Новосибирский государственный, да? Да, чем Новосибирский государственный. Чему тебя научила зона? Ну, есть же общий арестантский принцип. Не верь, не бойся, не проси. То есть я его пытался усвоить, и где-то в чем-то усвоил, но не до конца. Ну, это с первых дней зоны ты его освоил, или потребовалось время? То вот, не бойся и не проси, я освоил четко, и этому следую. Не бойся и не проси. Да. А вот не верь, с этим у меня не получается до сих пор. Очень часто попадаешь в просаг, доверяя людям. Вот как? И полагаешь, что зря? Или все-таки иногда стоит верить? Ну, верить вообще вообще не стоит. Людям. Не стоит. В наше время Штирлиц верить нельзя никому, даже себе. Мне можно. Примерно так. Все помнят, кто помнит. А, как бы это сформулировать, кто не помнит, тот вспомнит. Эту фразу великолепного броневого. Помнишь, это анекдот? Самый первый анекдот про Штирлица. Какой был? Штирлиц выстрелил в Мюллера. Пуля согнулась и отскочила. Броневой, подумал Штирлиц. Это был, разве, самый первый? Это вот из серии Штирлицада я был, ну, как первый. А тебе какие анекдоты нравятся? Неприлично мне больше нравится, поэтому я ничего не могу сказать. Слушай, а вот на зоне мы сейчас, если эта тема неприятна, скажи, не будем, я тоже. Вот, насколько жизнь отличается от обыденной? Рассказывали там анекдоты, какие-то истории? В чем разница? Проблема в том, что я сидел на общем режиме, где контингент такой, то есть там можно найти иногда. Мне встречались такие люди, с которыми можно не только анекдоты рассказывать, даже стихи читать, но основной контингент с которыми не пошутишь. С ними надо разговаривать очень серьезно и уверенно. А так попадались, конечно. А, вот мне интересно, ты был московский аспирант. Сколько тебе оставалось учиться? Ну, для формального полтора года. То есть ты там полтора года проучился, да? В Москве? Проторчал, в Москве, так сказать. Ну, уже освоился. Что-то еще было аспирантом. Ты занимаешься чем хочешь. Вообще, что такое наука? Какая была тема? Какая была тема? За государственный счет. Тема была у диссертации? Официально она не была утверждена, но... Ну, приблизительно. Но она касалась категории прибыли в условиях государственно-монополистического капитализма. То есть такая. Советская, но... Но про них. Но про них. Все-таки. Понятно. Чуть ближе к жизни. Ну вот ты был такой московский аспирант, вольная жизнь, и вдруг тебя закрывают... Куда? В Лефортово приели первый день? Да, в Лефортово это замечательное место. Вот расскажи в сам момент, как забирали... Верения сам, мне интересно впечатление внутреннего. Какие страх или удивление или... Что это было? Изумление это основное. То есть, когда... Обычный день у меня назначена встреча с научным проводителем. Я приезжаю в институт, захожу на кафедру, он сидит там с какими-то студентами, долги принимает. Бывает, слушай, а тебя там... у ректора спрашивают, просили зайти. Я захожу, меня встречают два молодых человека, сразу подскакивают при моем появлении. Алексей Петрович, нам надо с вами поговорить. Я говорю, ну говорите. Ну, надо проехать к нам на Малую Луну. Поехали. У меня вот только, извините, говорю, у меня встреча сейчас с шефом. А ничего не мелькнуло в голове? Абсолютно. А потом, говорю, мне надо еще в Ленинку в три часа. Это библиотека, кто не знает. Да. Забрать копии, там сложности было тогда скопирование, и меня один товарищ попросил, чтобы и я для него скопировал. Мне потому что надо было дископии, а ему еще больше. Поделиться копиями в три часа надо. Я до трех часов освобожусь, и они мне честно говорят, до трех часов ты освободишься. Ну, не сказали, в каком году. Да. Извини за смех это. По уголовному исполнительному кодексу освобождаются до 12 часов в день, в который ты должен освободиться. Они даже не соврали, мы с ними поехали. А еще меня удивило, вы как хотите, на машине или в метро? Ну, а у нас институт тогда на метро Ждановская теперешняя в Ихме располагался. И Миндугачи вот в метро сразу сели, да поехали. А раз тебя повезли на Лубянку КГБ, да? Такая непонятная контора, что-то такое всегда немножко со страхом связанное. Что ты подумал? Зачем тебя везут? У меня мысли, я перебирал в голове всех своих знакомых, кто и на чем мог попасться. Ну, на какой-нибудь контрабанде, не знаю, на торговле валютой. А, фарцовщики разные такие вещи. Те статьи, которые могли заинтересовать КГБ. Ну, поскольку тогда все как-то крутились, как-то жили. Ты тоже? Нет, меня тут не очень интересовало. А чем ты зарабатывал в обморской? Кроме аспирантской стипендии дворником в детском саду. А, все-таки практика или опыт дворника пригодился в столице? вот спорт, физкультура, возвращаемся к ним. Хорошее дело утром А это было в марте, если я правильно помню, да? Какой год? 1982-й. Если вспомню, то это было как раз еще, а, еще при Брежневе. Конечно, при Живом Леониде или Чемпе. вот и они привезли и в дверях я столкнулся с выходящей уже оттуда Татьяной Вальтух. А это кто? Моя подруга, мы с ней вместе учились в университете здесь, она жила тогда там, в Москве. И вот тут уже как-то, поскольку до сих пор это была почти приятельская прогулка с этими двумя молодыми людьми до Малой Лубянки. Мимо нее они меня уже подхватив протащили, чтобы я не успел ни словом обмолвиться. А дальше просидели весь день в кабинете. Допрос, да, или молча? Никакого особенного допроса не было. Пришел прокурор, который сообщил вам, Алексей Петрович, уже к вечеру стемнело. Три часа прошли. Придется у нас задержаться. У нас, сказал прокурор. Это тамошний прокурор. Да, тамошний прокурор. Я не понял, у вас где? Нет, не здесь. В тюрьме. Но в хорошей тюрьме. Таким добрым голосом мне сказал прокурор, после чего меня отвезли в Лефортово. А в Лефортово, ну как во всякой тюрьме, сначала тебя пропускают через душ. А у меня к тому времени я вообще был простужен с утра, горло падило. А к вечеру поднялась температура. Но вынужден пройти еще через этот душ. И после чего меня отвели в камеру. Температура поднимается еще выше, но уже начались некоторые переживания по этому поводу, соответственно, что тоже на здоровье сказывается. Я выпиваю чайник, набираю второй воды. А в камере кто-то был? Нет. Одиночка. Совершенно одиночка. Полотенца никакого не галили после этого. Расчески тем более. Волосы у меня были длинные. То есть к утру они стояли дыбом. После двух чайников воды рожа опухла, глаза стали узкими и меня повели фотографироваться. Осталась эта фотография? Ну, где-то может быть в них в делах осталась. Но просто это привело к чему? Потому что каждый хозяин зоны, куда меня привозили, открывал дело с этой фотографией. Ну ты бухал на воле. Подожди, ну кроме бухал, кроме чая, вот что за мыслить здесь не весь в голове, наверное? Нет, это была вода, это не чай. Я понимаю, понимаю. А, вода. Ну, тебя закрыли, хлоп, закрылась дверь, лягнул в замок, и что дальше? Ну, а дальше надо было уже ждать первого допроса, который там... Нет, ну а о чем думал-то? Или недоразумение там, или что? Ну, я, честно говоря, не припоминаю. Было даже ощущение некоторой гордости происходящего. В Лефортово попал. А, не просто так, потому что понимал, да? В Лефортово попал. Это ж надо... Тюрьмейшая тюрьма, это не студенческая. Ну, да. А Лефортово... То есть была оказана такая большая честь, что надо было гордиться. Другое дело, что я на тот момент был человеком курящим, сигарет там никто не дает. Угу. И вообще там сыро-душно, температура у меня есть. Потом меня подсаживают, как водится, к какому-то дядьке, который сидит, уже не первый год, такая опытная, подсадная утка, которая угощает меня сигаретами. Пытается разговаривать, да? Пытается разговаривать. Не столько разговаривать, сколько убедить, что со следствием надо сотрудничать. Это как бы... Все бесполезно. Не будешь сотрудничать, сядешь надолго. Слушай, тебе дали три года. Это какой был? Это было максимум, минимум или по той статье? Это был максимум по той статье. И я думаю, что они просто переживали. Уже даже эти три года что дали мало. Но надо было давать 70-ю. Потому что они мне предложили, ну, они всем предлагают сотрудничество сначала. Стали, ты напиши покаянное письмо. Причем, приказали мне письмо некоего человека, которое только что было вот тогда. Разговор уже был в апреле. Опубликованное в апреле с московской правдой. Вот такое примерно письмо. Покаянное. Покаянное. А, публичное. Ну да. Которое бы опубликовали. А в чем тебе, что тебе проявляли? Вот эти вот, как я слышал, какие-то письма друзьям? Да. То есть ты должен был упакаяться, что ты друзьям писал всякую фигню? Да. Потому что я клеветал на советские стройки свои письма. Под, для них, что было важно, под влиянием прослушанных передач западных радиостанций. А, ну понятно. Я, конечно, иногда слушал передачи у меня был допуск спецхран, и я читал иностранные журналы. Так, для молодежи спецхран это что? Это то место, где, ну для меня, там могли быть разные документы для служебного пользования. Тот спецхран, которым пользовался где просто были западные газеты и журналы. Туда советских людей не пускали. Понятно. Но ты читал по-английски или оригинальный? По-русски. Иммигрантских и знаний там не было. Даже в спецхране. Вот. А велосипед у тебя есть? Здесь нет. А где? Есть. Велосипедом я всегда пользуюсь в Таиланде. В Таиланде? Вептранспорт. Да даже удобнее, чем мотороллеры, на которых все катаются. Понятно. Там у тебя постоянно велосипед или там берешь в аренду? Ну, он постоянно, я не знаю, если сохранится. У тебя там есть жилье или как? Или просто место, где ты обычно останавливаешься? У меня там есть маленькая комната. Своя прям, своя. Своя? Она тебя ждет. Ну, я надеюсь. Ну, то есть она постоянно стоит, она твоя личная? Да. Как интересно. Сколько времени в год ты там проводишь? я хотел бы там проводить все время, пока не удается. Ну, а вот, несколько недель или месяцев в году ты там бываешь? Обычно зимой, как я понял. Меньше трех месяцев я там уже не бываю. Это что, я успех не хотел. в принципе, человек моего, преклонного возраста, может получить... Извини, давай уточним для незнающих. Ты уже на пенсии, тебе повышение возраста пенсионного не грозит? Да, мне не грозит. Я поддерживаю наше правительство, чтобы оно повышало пенсионный возраст. Почему? Какой-то ты нестандартный опять. А, чтобы вам, пенсионерам, побольше досталось, да? Да, я заинтересованное лицо. Понятно, что нам достанется немного из того, что отберут у других. Слушай, а тебе платит пенсионный фонд? Или, я не знаю, или ты получаешь... Тебе пенсия, то есть, что сложилось? Ты же был депутатом Верховного Совета, депутатом Совета, или там, членом Совета Федерации. Это как-то зачалось в размере пенсии? Я думаю, что да. Вот как. А, так. У нас же трудовоспособность засчитает. Масштаб пенсии, как можно назвать, и мне как-то неловко спросить, сколько. Вот это да, это неприличный вопрос совершенно. Да, да, да. Но тем не менее, если нас интересуют, всегда же спрашивают, какой размер пенсии у депутатов Государственной Думы? Кстати, он опубликован. Да, да, да. Если встаньте три дня назад, можно уточнить. Там не соврали? Там не соврали. Понятно. То есть, кто захочет, найдет? Да, но тут надо опять же уточнить, что я ни одного дня не был депутатом Государственной Думы. Ну, ты был депутатом Верховного Совета и немножко Совета Федерации. Именно депутатом. А, депутатом, а не членом. Да. А чем отличались вот эти времена 20, это уже сколько лет прошло, больше 20? Вы тогда, в 93-м, вместе с Иваном Ивановичем Идинком были избраны депутаты Совета Федерации, а теперь они как бы назначаются. Разница есть? это был последний демократический эксперимент. То есть, ну, прежде чем говорить о депутатах, нужно объяснить структуру власти. Мы живем в стране феодальной и с абсолютной монархией. Понимаешь? Мне не хотелось так много о политике, но давай немножко. Это не политика, это лекция о конституционном устройстве. А, ну-ну. Просто, я в 93-м году с пеной у рта доказывал, что эта конституция никуда не годится. Она дает одному лицу безграничные полномочия. Я помню, почему-то называется президентом, а не фараоном. Я помню, почему-то Монанников был против. Монанников вообще часто против. Вот эта конституция принесла свои плоды. Вкупе с бесконтрольностью спецслужб эта конституция дала возможность отменить выборы Верхней Палаты. Это первое, что они сделали. Не считая того, что сразу даны абсолютные полномочия этому лицу. То есть у нас говорят, есть разделение властей. Но разделение властей есть в конституции для лохов. Фактически никакого разделения властей нет. Потому что Власть одна. Власть одна. Человек, который называется президентом, но не фараоном почему-то опять же, назначает исполнительную власть все правительство фактически. Судебная власть. Назначает всю судебную власть. Все 25 тысяч судей, которые называются федеральными, назначены подписью одного лица. И обязаны ему служить. Когда говорят, что идите в суд ищите правду, защиту закона они служат незаконным. Они служат тому, кто их назначил. Кто им гарантировал пожизненное содержание власть? Секундочку. Сколько судов ты через себя пропустил? Сколько тебе довелось здесь судебных свиданий провести уже после в новое российское время? Можешь посчитать? Я могу посчитать только число уголовных дел после меня возбужденных и их пять. А судов, процессов пока не вели? Сколько было процессов я не считал. Ну, десятки. Ну, десятки. То есть ты знаешь, о чем ты говоришь? Да. Вот это вот абсолютная власть. Некоторым еще кажется, вот, ну, сразу закатают, допустим, там, партии яблока у нас в Новосибирске, особенно, участвуют в избирательных кампаниях, пытаются кого-то избрать в государственную юность. А зачем все эти игры? Ведь есть у нас двухпалатный фарламент. Любой закон, прошедший через Думу, в течение двух недель может быть принят к рассмотрению. Даже если он не попросил у Совета Федерации, но может быть принят Совет Федерации и отклонен. Весь Совет Федерации назначен президентом, фактически, администрацией, президентом лично в настоящий момент. Поэтому и законодательной власти хоть сколько-нибудь свободной у нас нет. Слушай, а если вот сегодня, завтра, а, не завтра, в сентябре, новый губернатор ни с того ни с сего, ну, может быть, неважно, почему придет и скажет Алексей Петрович, а не хотите ли вы быть членом Совета Федерации от правительства на Сибирской области? Я не знаю точно, в какой, в насколько вежливой форме я ему откажу. Дело в том, что я когда-то состоял с тобой в одной организации, она называлась раздемократическая русская. Да, было такое. Эта организация в течение трех лет, с 90-го по 93-м, и дальше, с 90-го до 93-го, это вот просто, в 92-м собирались подписи, больше 40 тысяч, вполне квалифицированных подписей собрали в Новосибирской области, за проведение прямых выборов губернатора. А теперь у нас нет губернатора. Губернатора в смысле демократического. Есть назначенный царем или фараоном. Кандидат. Ну вот, опять же, кандидат, если мы всерьез относимся к тому, что они называют выборами, ну всерьез к этому относиться нельзя. Есть просто назначенный человек. Человек, который обязан блюсти интересы того, кто его назначил. Как все 25 тысяч судей федеральных блюдут интересы одного лица или группы лиц, стоящих за этим же лицом, так и назначенный губернатор будет блюсти интересы только этого лица. Поэтому вот, когда Тимур Ханов проводит опросы насчет, каким должен быть народный губернатор, народный губернатор должен быть избран народом, и народ его должен свободно выдвинуть. Понятно. Свободных выборов у нас нет и близко, выдвижения нет и близко. То есть предложение, если вдруг уничтожишь, сумеешься тебе, но вновь избранный губернатор предложит стать членом Союза Федерации, ты его пошлешь. Ну да, я постараюсь это сформулировать в повежливе. Повежливее. Вот я в те самые преснопамятные 90-е годы хорошо помню, что Алексей Петрович Монанников был человек удивительно вежливый, удивительно литературно выражающийся, по-хорошему, на хорошем литературном языке, а тут вдруг и в сети, и не только в сети. Оказывается, Алексей Петрович знает не только литературные слова. Почему? Стал вольнее в сети и в речи, стал допускать нецензурщину. Начнем с того, что я дважды осужден за оскорбление должностных лиц Российской Федерации. Это вступившая в силу приговора? Это вступившая в силу приговора. Хорошо, что я не практиковал никакой преподавательской деятельности. В принципе, это означало бы запрет на профессию. человек, имеющий даже не две судимости, а дважды осужденного. Нет, даже единожды осужденного. Просто у меня дважды одна и та же статья у меня конкретно. А у любого осужденного за преступление против личности. Оскорбление должностного лица. Хоть и должностного лица, но тоже против личности. Не имеет права заниматься преподавательской деятельностью. От детского сада до высшего учебного заведения. Нигде. А хотел бы? Мог бы? Ну, я когда-то, ну, давненько, уже лет 10 назад после не раз получал предложение об этом. Но тогда я был все время под следствием, не мог бы быть. Ну, а сейчас наверное, уже и не хотел бы. Да, ну и как насчет мата? Вопрос был. Так вот, первый раз меня обвинили в том, что я обматерил гаишников. Стоишь, двух гаишников на пустой дороге обматерил. Они с автоматом меня встретили, долго рылись там в багажниках. Потом написали заявление, что я их обматерил. Нет, ну я как не материл, так и не материл. Никого. Лест-моноемщик. А если мат как... А какой с ним еще мат? Ну, абсцентная лексика, что называется, то, что звездочками или пиками закрывают в публичных публикациях. А я таких слов не употребляю. Вот как. Ну, знаешь. Я знаю. Ну, разумеется. Вырос в этой стране. Слушай, вырос где? Ты вырос в каком дворе? Это где двор, к которому ты вырос? Который вот привет с детства? Там сейчас двора как такового нет. Дом есть. Уридского 4. Представляешь? Центр города. А, не совсем центр. Ну, это вот пересечение Октябрьское и Уридское. В хрущевское время по хрущевским типовым проектам. Но кирпичный дом. Это разный. Это не номенклатурный дом? Нет, он абсолютно не номенклатурный. Все-таки центр города. Там были уважаемые люди, я помню, по фамилиям. Тут же вот мы вспоминали Элькин в этом доме жил какое-то время. А, управление хлебопекарной промышленности его и построил тогда, да. Поэтому он там и жил. И даже такой человек как Дубровский директор Заяцовского кладбища в те времена 60-80-е годы. То есть очень важные люди там. И что за компания была во дворе? За что вы играли? Что ты любил играть? Я не помню, что мы играли. Прятки, войнушка, что-нибудь. Специально в какой-нибудь футбол мы не играли. У нас там был такой склон. Где мы все время играли. Как же эта игра называлась? Вроде какие-то валухи или еще что-то. Когда кто-то... Одни лезут наверх, а другие их сверху. А, Царь горы у нас нас жил. Вот такое, да. Была единственная забава. А, ну еще мы ходили на железную дорогу кататься. Там был такой водосток. И можно было лететь метров 20, наверное, вниз. Вот так, под 45 градусов. Зимой, в смысле? Или... Да, тогда были хоть какие-то заморозки. когда еще снегом не покрыты. Но желоб ледяной. Подожди, там же... Я пробую, единственный раз меня там обнаружила матушка и всыпала мне хорошего ремня. По дороге домой. Единственный раз в жизни тебя наказала, да? Нет, был еще один раз. За что? Это когда я утонул. Вот тебе здрасте. То есть мама наказала за то, что ты не утонул. Ну, я пришел и рассказал, что... Да, после первого класса такая была площадка. Как это называлось? Площадка, когда дети в школе остаются проводить время. А, проглелка? Да. Нет, ну, это было на каникулы уже в июне. А, понятно. Те, кто не уехал, кто не отстрелали, могли в школе проводить какое-то время. И нас возили вот на этот самый коровий остров, который называется остров отдыха. А в этот раз учительница приболела. И мы сами собрались и поехали. И я там чуть не утонул. Но я выпал. О чем маме с гордостью рассказал. За что я был наказан. Ну, осталась память. Ну, конечно. Но с тех пор ты... Теперь ты хорошо плаваешь. Ты можешь себе представить? Вот, кстати, да. Кроме того, что матушка меня выпала, наверное, меня смогла вот это уже действительно по блату устроить осенью сразу в бассейне «Динам». Тогда единственный только что открывшийся бассейн в Новосибирске, где можно было научиться плавать. А, то есть она уберегла тебя, наверное, не только для спорта, но и для спасения жизни этого шалуна. Ну, естественно. Ты был непослушный ребенок? Как считаешь? Ну, я не просто был непослушный. Ну, так себе на уме, конечно, бывает такие дети. Бредные. Да, вот ты как-то где-то написал, что твой антисоветизм или антикоммунизм начался задолго до 75-го года. В школе бы как-то одно приключение было какое-то, ты описал. Почему тебе пришлось сменить школу? Вот эту историю расскажи. Коротко. Нет, школу мне пришлось сменить, чтобы ее хорошо закончить. Во-первых. Во-вторых, чтобы куда-то поступить. А поскольку ты находишься в конфликте с директором школы, то ты не можешь хорошо закончить. А почему конфликты? И зачем? Ну, там сложная история. Разные люди могут пересказывать по-разному. Просто у нас вот директриса была очень правильным партийным человеком. Нина Прохоровна вот своей правильностью. Она, кстати, преподавала историю и очень хорошо преподавала. В том смысле, что все, что полагалось знать юношеству о съездах РСДРП или КБП, она у нас вдолбила. То есть практически по той программе, которую потом вдолбливали студентам в высшем учебном заведении по истории КПССН нас натаскивала. Но при этом она была очень назидательно, требовательна. То есть я помню, что на Ленинских зачетах, где я как комсомольский секретарь школы сидел. А ты был секретарь школы? Да. Я сидел рядом с ней. Люди, репетитори, должны были отчитываться, что они там сделали за истекший год. В том числе, там обязательно тут отчеты, изучил там ленинские работы или там какие-то классики, материалы какого-то съезда. Ну вот кто-нибудь там встает и говорит, я вот там изучил работу Брешнева. Какого такого Брешнева? Товарища Леонида Ильича Брешнева. Вот так вот непросто. Так вот всегда поправлял Амина Прохоровна. Ну и естественно она... Извини, секундочку. Вот если бы ты ее сейчас увидел, но я не знаю, жива ли она... Я очень сомневаюсь. Ну тем не менее, вот если бы ты сейчас ее видел, как бы ты к ней отместил? Я бы... облил бы, расцеловал человека, которого давно не видел. Понятно, понятно. И так она... И вот дальше эта история? Нет, А дальше она требовала от всех правильных причесок. А надо вспомнить, что это было начало 70-х, когда мальчишкам хотелось носить длинные волосы. Да. Все, конечно, ее слушались, а вот комсомольский секретарь не слыхался. Орать она на меня не орала, но она всем говорила, вот идите из класса немедленно и так далее. Своего урока не управляла. Идите и возвращайтесь только подстрижем. Да, было такое, помню. Да. Когда учителя определяли стрижки своих учеников. А в результате я, что называется, стал вольнослужцем. То есть я приходил тогда, когда считал нужным подстрижься. Неделю спустя, две, три. А сейчас я вижу у тебя короткая стрижка. Почему? Мода сменилась. И вообще волосы уже не те. Пышность не та. То есть ты за модой следишь? Ну и там еще была большая история ее конфликта с учителями, когда почти все учителя ушли из школы. Ну и я с ним. Заодно. Ну короче, у вас был конфликт, поэтому тебе пришлось... Да, то есть, ну если у меня в восьмом классе были пятерки, то почему-то в девятом там был момент тропика. После десятого же надо было... А, тогда еще считали средние баллы, стады, при зачислении. Как ты выбрал себе университет? Совершенно случайно. Потому что как-то вот у меня образовался большой пробел физики. Я решил поступать туда, где физики нет. А у нас еще в десятой школе был хороший учитель физики, который просто разделил класс на три части. Два человека у нас были, которые поступали на физфак, в МГУ. Он с ними занимался отдельно. Почти весь класс, который поступал в технические вузы, где надо сдавать физику, он с ними тоже занимался плотно, но не отдельно, по программе. И я и еще несколько человек, которые не собирались никуда поступать, поэтому могли... Безперспективных, то есть... Туда, где сдавать физику, да. И могли заниматься чем хотели, даже ходить за пивом во время урока физики. За пивом? Себе или кому? Себе и учителю. После урока выпить. Вы носили учителю пиво? Ну что значит носили? Пиво в бутылках можно было купить только в универсале, только в утренние часы. Да, да, да. Если кто не успел, кто-то опоздал. Мы успевали принести учителю пиво, да. Десятая школа, она особенная. Да, я не могу себе представить, чтобы в начале 70-х даже подумать о таком. в 11-й году. Ты в 10-е часа, а я в 11-й. Чтобы про нее такое подумать. Нет, это касается только вот одного конкретного учителя физики. Как его звали, помнишь? Его звали Сергеем, я вообще-то не помню. Ну понятно. Вот его бы ты, конечно, точно обнял, если бы увидел. Вот, по-моему, его нет, живет уже. Ну я понимаю, время немного прошло. А когда ты последний раз встречался с одноклассниками, одноклассниками? Где? Ну, я давно встречался с одноклассниками. Если говорить про третью школу, нас совершенно случайно одна наша соученица собрала, по-моему, в зоопарке в 2007-м году. И я удивился тому, что, как много, оказывается, уже ушли из жизни наши одноклассники. От чего они уходили? Это какие-то возраст такой или что? В чем их собрали? Ну, все какие-то болезни. Цирроз печени? И это тоже. А еще были два отчаянных хулигана классных, которые присутствовали на встрече, которые раньше могли на спор и бутылку портвейной из горла выпить, и водки, не отрываясь. Но они не выпили ни капли, здоровье не позволяло. Понятно. А вот те, с кем я учился в 10-й школе, там встречи происходят регулярно. Я, правда, редко бываю. Но последний раз было, наверное, года три назад. Там все здоровы, что характерно. И не только успевай наливай, и на здоровье не жалуются. Сам-то, а ты как, какой категория от тебя достичь? Успевай наливай? Нет, я почти не пью. У меня норма. Чем она ограничена? Не больше бутылки красного вина, сухого, конечно. Ну, это здоровье или здравый смысл? Это привычка. Привычка? Ну, в общем, да, она укладывается в рамки здравого смысла. Это средиземноморская диета, если хочешь. Если не Россия, то в какую страну ты поедешь жить? Да я уже почти живу в Таиланде. Тайский язык осваивал? Даже близко, ну, чувствительный, может быть, наверное. А, типа, в магазине, чтобы, да? Да. А почему там? Что там хорошее? Там тепло. Вот, вот, вот сейчас прохладно, по тайским понятиям. человек, который 60 лет прожил в сибирской сумке, я думаю, может рассчитывать на старости лет на некоторое количество тепла. Чего я, собственно, всем желаю. Там, кстати, русских очень много. К сожалению. Это дорого вот так поехать туда полететь, там жить? Ну, как тебе сказать, жить довольно дешево. Если ты там живешь постоянно, если ты не ходишь по ресторанам и прочим злачным местам, то жизнь, даже по теперешним курсе рубля, не дороже, чем здесь. По меньшей мере. Может быть, по каким-то параметрам дешевле. Но ты можешь стать рекламщиком или как, рекламирует жизнь в Толанде. Я думаю, что эта жизнь в рекламе не нуждается. Уже, наверное, четверть российского населения там побывало. Ну, я за всю Россию не говорю, а вот отсюда, из восточных районов, в Новосибирск и восточнее, туда народ постоянно ездит, потому что это дешевле, чем Крым наш, начиная с билетов, кончая жизни. Вот это, кстати, можно на политическую тему опять. Меня как раз больше всего удивляет в реакции, массовой реакции на Крым наш, экономическая бессмысленность этой реакции. То есть вот у меня до 15-го года была в Крыму квартира. Я поехал. В 2006 году, когда, если они будут всерьез закручивать гайки, попытаться куда-то посадить, уеду в Крым. Все-таки за границей, говорят по-русски. Во-первых, я пришел в агентство недвижимости. Там сидят не просто русские люди, там сидят граждане Российской Федерации, которые совершенно свободно занимаются своей предпринимательской деятельностью, те, кто хозяева, и работники, которые работают, опять же, совершенно свободно в Крыму, зарабатывают деньги. Каждый российский человек мог свободно приехать, работать, зарабатывать, покупать недвижимость, жить. Формально он мог находиться там 182 дня безо всякого уведомления. Фактически он мог находиться всегда. Понятно. и зачем при этом потребовалось объявлять, что Крым наш? Только для того, чтобы цены в Крыму выросли в несколько раз. То есть, я просто запомнил, в 2013 году у меня любимый напиток это вино красное Меганом в Судаке. Там же производится, замечательно. На вкус я его покупал за 40 гривен. По тогдашнему курсу это примерно 150 рублей. Теперь оно стоит 500. где угодно. Хоть в Крыму, хоть в Москве, хоть в Новосибирске. Кому это было нужно? Кому-то может быть от этого и выгода. Но явно не российским употребителем. То есть, теперь ты свою крымскую квартиру продал? Да. Откуда у меня комната? В Крымской квартире. А, крымская квартира переконвертировалась? Отличие, отличие, что было замечательно в украинском крымом. Я вообще не знал, где там расположен полицейский участок. Первое, что случилось, когда я приехал продавать квартиру в сентябре 2015 года, это то, что у меня забрали в милицейскую машину. На каком основании? Во-первых, я первый раз увидел полицейскую машину и их там оказалось много. На том основании, что у меня в руке была банка пива про российские законы. меня правда из этой машины быстро выпустили, потому что они прочитали, что там было 0% алкоголя, оно было безалкогольным. Понятно. Но тем не менее, сам факт, что Крым русский был нужен рядовому гражданину только для того, чтобы там было много русских полицей, чтобы туда приехали российские прокуроры, чтобы туда приехали российские суди получать свои огромные зарплаты и чтобы из пенсионного фонда Российской Федерации 700 миллионов, 740 тысяч румских пенсионеров платили бы пенсии. Поэтому вот когда люди сейчас говорят, мы пойдем на митинг против повышения пенсионного государства, где же вы были, когда у вас отбирали из вашего пенсионного фонда? Вы уже кричали «Ура!» А теперь, когда вам счет выписывают, вы говорите «Нет, по счетам платить не будем». Ну ладно, ладно, это понятно. Слушай, а в Крыму у тебя была квартира, ты туда ездил тоже, да, вот отдыхать или как? Проводил там время? Я вообще планировал там жить. На пенсии. Ну, а зачем мне жить? На пенсии. А в Киеве ты когда последний раз был? В Киеве был в прошлом году, в мае, в 9 мае примерно. Ну и как там в Киеве? За русский язык? В Киеве вообще замечательно. Когда ты говорил по-русски что-нибудь от этого случалось? Ну, какие гудкости? Все говорят по-русски. А если кто-то говорит по-украински, то я обращаюсь по-русски. С тобой переходят на разговор по-русски. Я встречался там с замечательными людьми, в том числе с Сибири, бывшими добровольцами, которые поехали отсюда защищать независимость Украины тогда Путин начал войну в 14-м году. Слушай, а если тебе скажут, ты готов взять оружие в руки за демократию, против целитаризма, хоть на Украине, хоть где-то еще? На что ты готов сейчас ради вот этих своих демократических принципов, которые... Оружие в руки и демократические принципы это где-то чуть-чуть разные вещи. Какие принципы? Демократические принципы и оружие в руках это чуть-чуть разные вещи, скажем так. Демократические принципы это принципы устройства государства. Единственное, что я могу сказать, что без оружия в руках когда изменить сложившийся в России режим невозможно. Я не хотел, чтобы разговор вышел на это в такой поворот. Нет, я совершенно не веду агитации за вооруженное восстание. Народ доволен этим режимом. Но это такой режим, который изменить какой-то активностью внутри его нельзя. Здесь все под контролем. Я хотел больше про тебя спросить. Вот если я скажу, у тебя есть какие-то принципы, ты там отстаиваешь за демократию, против режима и так далее. Сегодня тебе скажут, как те чекисты, сколько это уже было, больше 30 лет назад, или ты помалкиваешь и мы тебя отпускаем, или ты что-то говоришь, мы тебя сажаем в тюрьме. Продолжаешь настаивать на своем. Меня, кстати, не предупреждали, меня просто посадили. Что-что? Меня просто не предупреждали, меня посадили. А, в тот раз, да. Да, тогда... Не, но предлагали сотрудничать. Уже сидящим. Я над ними просто поиздевался по этому поводу. Почему? Я тогда может быть не договорил, потому что мы предлагали написать раскаяние, и я им написал раскаяние. А, такое раскаяние, что... Такое раскаяние, что они к этому разговору больше не возвращались. И так, и что ты сейчас сказал, что СЕ предложат написать раскаяние или садиться в тюрьму? Сложно говорить о гипотетических ситуациях, но я могу точно сказать, что я в 14-м году не поехал на Украину, на украинскую сторону защищать Украину, только потому, что у меня на руках была больная мать. А, это была единственная причина такой сказать? Это была единственная причина. Больше меня не держало здесь ничего. Потому что вот когда происходила аннексия Крыма, это вообще единственный случай, когда я зафиксировал у себя повышенное давление. Даже так, близко к сердцу принято? Да. То есть, я же имел отношение к переговорам о Крыме в 94-м, в 94-м году, я все-таки был в Совете Федерации заместителем председателя Международного комитета. И тогда был какой-то спор о Крыме? Тогда шли большие дискуссии о Крыме, а не предъявить ли претензии, а не попросить ли у Украины. Но когда Украина в рамках переговора о ядерном оружии пошла на то, чтобы вообще отдать все, вернуть все баллистические ракеты, все ядерные боеголовки на территорию Российской Федерации, когда был подписан Будапештский меморандум о том, что Россия становится в том числе гарантом территориальной целостности, большего требовать было нельзя. Все согласились с нерушенностью украинских границ в обмен на безъядерный статус Украины. Все. Вопрос был закрыт категорически. Поэтому то, что произошло в 2014 году, это уже было таким вероломством. Считаешь, что это непорядочно по меньшему? Гитлер поступал порядочно. Гитлер поступал порядочно? Порядочнее. А, порядочнее? Да. По крайней мере, о планах аннексии он предупреждал заранее. Аншлюз с Австрией происходил все-таки с соответствующей пропагандистской подготовкой. А тут в одну ночь изменилось все. Как ты думаешь, много ли людей в Новосибирске согласятся с твоей точки зрения? Вот так открыто скажут «Да, Алексей, мы там пожмут руку и скажут «Согласен с тобой». Я думаю, что немного, к сожалению. Поскольку фашистская пропаганда это не ругательный, безусловно. Это определение той пропаганды, которая ведется по телевидению уже несколько лет. Смотришь телевизорственно? Да, иногда. Зачем? Ну, чтобы знать. Нюансы пропаганды мне всегда были интересны. Мне в обвинение не вошло в свое время, но они отмечали. Да, за ним в парк или туда можно, или тут платно. Ну, я не знаю. Или пошли по улице. Здесь просто шире дорога. А, ну ладно, пойдем здесь. На чем остановились? Насчет пропаганды. Они тогда еще, в 82-м году, нашли у меня подсчеты. То есть я внимательно изучил материалы 26-го съезда КПСС и посчитал, кто из делегатов, выступавших на этом съезде, сколько раз упомянул дорогого Леонида Ильича Брежнева. Зачем это тебе было надо? Ну, просто вот было интересно. Оказалось, что больше всех 14 раз упомянул товарища Субалиев из Таджикистана или из Туркмениона. Ну, не понял. Прости, пожалуйста, секундочку. А ты давно железо тягал? Железо я тягаю, да, иногда. Давно, недели-две не пробовал. Для тебя, это для тебя разминка, постоянное упражнение, или там зачем? Нет, просто вот иногда... Зарядку делаешь? Нет, зарядку никогда не делаю. Пробежки посыпал? Нет. А как форму поддерживаешь? Только днем. Нет, я иногда хожу в зал, но не с утра. А плавать я могу с утра. Бегать я вообще не люблю. Ну, в последнее время, раньше любил. Ты видишь, за своей формой следишь, там, вес, объем бицепса и так далее? Вот как-то интересно, вот, в смысле меня сбил с Чикистана. Сейчас я вернусь, вернусь. И просто мы у этого мужика увидели с железа. Наверное, я тоже немножко Чикистан или противо-Чикистан, не знаю. Зрительно ведь интересно. Поддерживаем, поддерживаем форму. Ну, не так. Без фанатизма и вот без этого, без насилия над организмом. А в тюрьме, в лагере ты следил за... А, вот в лагере, да. В лагере нужно было отличаться от всех остальных. И там же вообще культ силы. Отличаться в какую сторону, в смысле... Отличаться... Мне даже, вот, что меня удивляло, то есть, при том, что администрация меня всегда пыталась как-то щемить, но даже ДПНК ни разу не сделал замечание. ДПНК, прошифруй. Дежурный помощник начальника колонии. Да, хорошо. Там же нельзя из барака выходить от отбоя до подъема. Ну, скажи. Но я вставал на полчаса раньше и шел на туреек, который рядышком там был, и подтягивался каждое утро. И ДПНК, я там несколько раз наблюдал, даже ни одного замечания по этому поводу не задавал. Если они видели кого-то просто выходящего покурить на крыльцо, то, естественно, записывали на нарушение режима. То есть здоровый образ жизни тебе позволил проявить себя? Да. Я даже тогда установил личный рекорд подтянувшись, по-моему, 26 раз. С тех пор я, конечно, этого повторить не могу. Как понятно. Мне вот было интересно, вот это, немножко переходя от пропаганды и от того, как она влияет на людей. Мы с тобой начинали вместе, я тоже в демократической России. Мы тогда, довольно много людей были сторонники либеральных преобразований. Теперь таких немного. Как ты думаешь, почему в России, в частности в Новосибирске, вот эти вот самые демократы, либералы, никак не умеют между собой договориться, не умеют собраться против, какой-то, ради одной цели. Вот почему так происходит? И видишь ли в этом свою роль? Когда-то ведь ты возглавлял, как бы, демократов в Новосибирске. Я никого не возглавлял. Меня чуть ли не насильно выбрали председателем демократической России. Не о чем-то и хотелось, Да, честно говоря. Дело в том, что любая оппозиционная организация в Советском Союзе и в теперешней России на треть, как минимум, на треть инфильтрована агентами тогда комитета, а теперь федеральной службы безопасности. Которые делают вообще все... Извини, это предположение или... Это факт. Ну хорошо. Это факт. Возьми любое интервью книги Олега Калугина. Он непростой человек, он все-таки генерал КГБ. То есть на 30% есть шанс, что ты или я агенты? Я тебе напомню простую историю, которая приключилась с тобой у меня в кабинете. Вот как? Когда там пропали какие-то деньги. А, ну-ну-ну. И на кого показали. Ты помнишь, на кого показали? Как на подозреваемого? Показали на тебя. Да, да, да. И кто показал? Ты помнишь? Да. И кто этот человек? Как он связан с КГБ? Как позже выяснилось. То есть главное... Вот его задача на тот момент посеять недоверие. Люди не должны друг другу доверять. То есть ты видишь вот это вот именно противодействие агентуры. Почему люди не могут между собой сговориться? Да. В Новосибирске, вот допустим, до сих пор, по-моему, существует такая газета как Новая Сибирь. Конечно, есть. Есть? Вот это вот давно задуманное на деньги разных спонсоров, иногда даже на деньги администрации первоначальные издавалось. Может быть, сейчас есть какие-то контракты. Но в принципе это чисто чекистское издание для того, чтобы создавать сумбур в головах прогрессивной общественности. Никакой другой задачи перед ней в последние 20 лет, она примерно 20 лет существует, не ставит. Когда-то она была влиятельной, теперь даже они не скрывают. У нее хозяин Игорь Маккурин, который в КГБ служит вообще неизвестно сколько лет. Слушай, а вот как ты ходишь так по улице? Ходишь и не оглядываешься? Или оглядываешься? Ну все-таки агенты тебя прочие, ты вовсе не друг режима. Кругом вот эти вот... Ты понимаешь, вот если... Вот мы идем с тобой, ты не оглядываешься. Если будет принято решение от моей ликвидации, то ты хоть заоглядывайся. А если просто кто-то смотрит, куда ты идешь, и тебе надо скрываться, если... А, кстати, интересная тема. Мне когда-то, когда я работал в Москве в Гласности, несколько раз приходилось уходить от слежки. Это вот... Это конец 80-х годов? Это 88-й год конкретно. Они как-то очень интересно. Я шел ночью от приятеля. Мы синили немножко, выпивали. Его матушка пошла выгуливать собаку. Возвращается и говорит... А у них такой относительно глухой район. Слушай, вот тут в подъезде стоят двое молодых людей. Обычно у нас, говорят, какие-то алкаши тут собираются. А тут двое стоят в галстуках и не уходят. А я, говорит, потом прошла за дом и там под окнами трое стоят. Алексей, наверное, это по твою душу. Я говорю, ладно. Сейчас мы их проверим. Я выхожу и иду. Ну, естественно, я ушел совсем, чтобы не возвращаться. Я дошел до метро и сколько я не оглядывался, никого не увидел. Метро было варшавское. Я доехал по этой зеленой линии, по-моему, до Новокузнецкой, где перешел, а там переход со станции можно... то есть поезда могут идти туда и туда, непонятно куда. В одном направлении, в смысле, они движутся. Время уже позднее, первый час. Вижу, люди какие-то ездят. В основном, это же мужики. Я вижу, прилично одеты. В галстуках. Да, некоторые даже в галстуках. И подходит поезд, я захожу в него, и эти люди все туда. А с другой стороны тоже подходит поезд. Понятно, понятно. Вот захлопываются двери, и я бегу туда, а они застревают в дверях. Но все равно успевают их раскрыть и бегут за мной в вагон. Шесть человек! Видишь, какая-то моя важная фигура. Слушай, теперь уже несколько простых таких блиц-вопросов. Не обязательно отвечать или там все что угодно. Вот чай или кофе? Или пиво, или вино? Вот чем ты жажда удаляешь? Вино. Вино предпочтительнее пиво, а на чай или кофе я не могу ответить. Я люблю и кофе, и чай. В зависимости от обстоятельств. Ясно. Блондинки или брюнетки? Ну, скорее, блондинки, наверное. Почему? Если не рыжие. А мама была блондинка? Мама? Нет, мама была брюнетка. Скорее. Скорее, наверное, брюнетки. По фотографиям нужно. Понятно. Если можно пройти за 15 минут пешком или за 5 минут проехать на такси, будешь такси ловить или пойдешь пешком? 15 минут пешком пройду. А какой предел между выбором времени такси и временем пешком и вызовом такси? Нет, но всегда лучше пешком, если у тебя есть достаточно времени. Это в любой стране? Не будет. Сколько стран ты посетил? Считал? Нет. Почему ты сейчас много путешествуешь? Это любопытство или какая цель? Понятно. Я... Нет, просто я много лет был не выездный. По двум причинам. То есть уголовные дела и это был объявлен в розыск то у меня была подписка подписка о невезде 6,5 лет как посчитали теперь в европейском суде длиность а потом у меня мама была на руках долга которая не позволяла отлучаться больная мама да то есть вот в общей сложности лет 15 я был практически невезнан а теперь компенсируешь? А теперь компенсируешь? Следующая страна знаешь какая? есть не секрет я не знаю знаю что зимой поеду в Таиланд а какая-то страна страна в которой ты еще не был но хочешь побывать? ну я вот я был и хочу побывать в Грузии потому что я не был в Новой Грузии я был в Советской в России из российских городов какой тебе нравится кроме Новосибирска? я в прошлом году проехал до Москвы на автомобиле от Новосибирска? да и обратно причем туда я проехал южным путем через Казань а обратно северным через Пермь Казань Казань? Казань? ты можешь сказать гарантированно ну или так уверенно это твой друг вот он тебя выручит ты можешь ему сказать все что угодно вот так то что называется друг да есть такие? много ли? три-четыре человек наверное есть сколько лет такие они с тобой рядом? или не рядом но как они можешь назвать? это вот это вот те с кем мы били окна директору школы это все эти люди ну может быть добавился кто-то из университетов из чиновников новосибирских российских есть такие к которым ты готов подойти пожать руку? ну знакомые там незнакомые ну в общем не подойти не пожать шелоковую руку ой слушай почему обязательно чиновник? слушай мне вдруг захотелось закончить вопросом ну только пожалуйста вот бессильно на политику вопрос который задает Дудь хотя я вовсе не собираюсь копировать его но для тебя специально оставлю этот вопрос что бы ты сказал Путину? всерьез я бы оскорбил его действия ну ладно хорошо спасибо тебе за разговор мы с тобой больше часто проговорили какой вопрос я тебе не сказал на который бы ты хотел ответить? про Путина? почему я не оскорбил его действия? почему бы ты его оскорбил действия? потому что у меня плакат был когда-то в 10 или в 11 году куда-то выходил два плаката точнее за них мне не милиция даже потом полиция не предъявляла претензий первый плакат Путин вор убийца педофил я правда поставил знак вопроса чтобы сразу не тащили в участок там не хватает слова узурпатор а второй плакат на котором было написано Путин лучше Гитлера это было раньше это это совсем другие обстоятельства это не фрактивизм кто придумал лозун Путин лучше Гитлера? я ага Путин Чаушеско и Каддафи ждут тебя в аду вот господи я хотел позитивно закончить наш разговор а это кстати это было бы самое позитивное окончание нынешнего периода историческое ну ладно счастливо мы еще увидимся надеюсь ну вот такой разговор с Алексеем Петровичем Мананниковым бывшим политиком а ныне пенсионером в районе Обского моря в городе Бердске я надеюсь вам было интересно с кем вам будет еще интересно повстречаться вы мне пожалуйста напишите ну а мы так больше часа говорили но только начали разговор с Мананниковым с которым я давно знаком но по-прежнему много узнаю интересного пусть и вам будет интересно ваш Тимур Ханов пишите комментируйте пока еще увидимся вблизи с интересными людьми так вот все все и все Продолжение следует...